итак друзья что мы делаем мы зажигаем бумагу для того чтобы сгорел хамец и что такое хамец вот эти 10 кусочков которые мы специально оставили для того чтобы они здесь горели давайте мы покажем вот они здесь вот видите здесь горят вот эти вот 10 кусочков это символ 10 сфер от 10 уровней человеческой души и каждый должен был проверить свою собственную душу и сейчас когда мы сжигаем то мы собственно говоря смотрим на то чтобы было и у нас душе то же самое чтобы мы взяли наши недостатки и сегодня мы должны их таким вот образом уничтожить чтобы их больше не было в этом как раз наша основная задача хотим чтобы точно так же как мы сожгли вот это вот здесь физически точно так же мы сожгли и уничтожили это из нашей души и потому друзья вопрос который я хочу сегодня нам всем задать как вы думаете какое качество мы должны с вами из наших душ убрать с одной стороны можно сказать что у каждого индивидуально совершенно верно у каждого безусловно и свои недостатки которые человек должен искать обнаружить признать что они у него есть и и после этого вот сегодня перед праздником песок уже очиститься от этого недостатка и совершенно по-новому освободившись праздновать свободу от этих своих недостатков это в этом смысле как раз есть так сказать если хотите праздник свободы свободы от этих недостатков это есть настоящая свобода но с другой стороны если говорить о нас как о народе это наверное у нас как у народа тоже есть некая одна большая черта, которую в этом году, мне кажется, нам нужно было бы от нее избавиться. И поэтому какая же это черта, как вы думаете, от которой мы все должны избавиться в этом году? Я хочу эту черту сегодня назвать жестокостью. Жестокость это та черта, о которой писал Рамбам, что мы потомки милосердного, доброго Авраама. И поэтому человек, который проявляет жестокость, мы можем вообще сомневаться в его еврействе. Даже если он родился в еврейской маму, еврейского папы, и даже если он соблюдающий еврей, даже если он длинная борода, даже если он ходит в синагогу, какой бы он ни был еврейский еврей. Но если этот еврей проявляет жестокость, мы сомневаемся в его еврействе по закону. Теперь, что означает жестокость? Вот, например, убивают сегодня евреев на Украине. Евреев, я не ошибся, ни нацистов, ни только украинцев, ни только русских, евреев. Но более того, вот буквально несколько мгновений до того, как я начал вот этот эфир, я увидел, что главный раввин Украины, Рабмойши Асман, опубликовал видео, в котором он хоронит члены своей общины, который приходил и молился, и который был в Буче в момент, когда туда вошли российские войска, и который опубликовал несколько видео в тот момент, когда танки туда входили. Сейчас его тело было обнаружено. Замученное тело с признаками насилия и с прострелами в теле. То есть несколько было выстрелов в него. То есть он был не просто с шальной пулей поражен, его замучили до смерти и расстреляли. И тело этого еврея было похоронено сегодня в преддверии праздника Песоха раввином его общины, который спросил, вот вы, русские, пришли для того, чтобы денацифицировать Украину. От кого? От этого еврея, который мы сейчас хороним, от русских других людей, которых вы убиваете в Харькове и в других русскоязычных и русских городах, по сути. Теперь понятное дело, что там на Украине происходит трагедия. Это какое-то, друзья, совершенно извращение должно быть человеческой души для того, чтобы не сострадать народу Украине и евреям, которые на Украине живут. Для этого должно быть какое-то извращение души. То есть это огромная опасность для души евреев. Теперь, мне кажется, не менее важный момент. Изначально все те, кто хотели бороться с фашизмом и потому начать войну против украинского народа, против русских и евреев, которые там живут, убивать их всех, они должны были сначала не просто сойти с ума, они должны были стать нацистами. Потому что самой большой опасностью в борьбе со злом это уподобиться злому. Поэтому я хочу произнести вам слова, которые произнесла когда-то премьер-министр Израиля Голден Эйр, которая сказала, мы никогда не просим арабам, не только то, что они убивали наших детей, но также и то, что наши дети были вынуждены убивать их детей. Она осознала, что в борьбе с террором очень важно не стать террористом. В борьбе со злом очень важно не уподобиться злу. В борьбе с жестоким врагом, если ты уподобляешься этому жестокому врагу и становишься таким же жестоким, то несмотря на то, что в физическом смысле, на поле битвы ты этого врага победил, но тем не менее, в смысле духовном ты ему уподобился, и поэтому над тобой победил враг, сделав из тебя милосердного еврея, жестокого гоя, с пейсами, с бородой, с шляпой, с титулами, с чем угодно. Но по сути, человек перестал быть потомком Аврама в духовном смысле. Это страшная опасность, вырождение еврейской души. Если у нас есть такие выродки, подонки, которые поддерживают эту мразь, которая сегодня убивает людей, то вот именно ее нужно сжечь из наших душ. Если мы сейчас говорим о нашем народе, то у нас, возможно, есть люди, которых, наверное, нужно характеризовать или сумасшедший дурак, или подлец. И отсутствие разума, неумение отличить добро от зла, непонимание, на какой стороне истории оказаться, вдруг стать человеком, который поддерживает фашизм. Я имею в виду сейчас фашизм Путина. То есть, если бы такие люди жили в фашистской Германии и были бы патриотами германского народа, такие были, и если бы только Гитлер не отправил их в Освенцим, потому что ему было все равно, ты был патриот или нет, евреев убивали. Но если бы только Гитлер решил евреев не убивать, то эти немцы еврейского происхождения, которые, может быть, даже ходили по своей немецкой синагоге, они стали бы патриотами Гитлера, да? То есть, они были бы нацистами, евреи-нацисты. Вот точно так же, как могли быть евреи-нацисты тогда, и просто Гитлер не допустил этого, вот точно так же сегодня могут быть евреи-нацисты-патриоты фашистской России. К сожалению, Россия выродилась. И не нужно думать, что фашизм российский Путина, это и есть Россия. Я уверен, что в России есть благородные, смелые люди, которые выходят на демонстрации, даже те, которые боятся сегодня выйти на демонстрации, потому что угрожают за это тюремный срок до 15 лет. Но тем не менее находятся люди, которые это делают там, в России. Это настоящий герой, и это настоящая Россия. Дай Бог, чтобы у них были силы, дай Бог, чтобы Россия от этой скверны фашизма сумела очиститься. Но это проблема российская. Проблема еврейская – это еврейский фашизм, который проявляется сегодня в нашей среде. Как от этого фашизма очиститься? Наверное, прежде всего, осознав врага внутри себя. То есть каждый должен прежде всего осознать, осознать, мы не можем уподобиться террористам, мы не можем уподобиться нашим врагам жестоким. И потому, когда вы будете сидеть сегодня вечером за пасхальным столом и будете вспоминать о десяти казнях египетских, помните, что есть очень важный обычай. Десять капель отливать от этого стакана, показывая, что бокал нашей радости не полон. Ибо мудрецы вспоминают слова Талмуда, которые рассказывают нам о том, что в тот момент, когда происходило чудо развержения моря, и, казалось бы, евреи запели песню, прославляя Всевышнего за свое спасение, Всевышний сказал, Масей Адай Тавуба Ям, творение моих рук, тонут в море, погибают, а вы поете песню. Поэтому в этот день развержения моря, седьмой день праздника Песах, мы даже не читаем полный галер, каждый праздник мы читаем полный галер, а тут мы не читаем полный галер. Почему? Да потому что в этот день погибли наши враги, которые убивали наших детей, которые мучили нас, но тем не менее, когда они погибают, то мы выражаем им сострадание, потому что мы не вышли из Египта египтянами жестокими, мы вышли из Египта милосердными евреями. И в этом, наверное, заключается главное чудо исхода, Геула. Геула – это не то, что вот были какие-то там народы, и вот вдруг новый вышел народ из Египта. Нет. Мы остались, по сути, теми же самыми евреями, потомками Авраама, которые спустились в Египет. И мы этими милосердными евреями оттуда вышли. Мы знаем, что Всевышний выводил евреев, стремительно, поэтому мы едим мацу, нужно было вырваться из Египта прямо сразу, не откладывая, потому что мы в Египте опускались все ниже и ниже, и мы оказались на 49-м уровне духовной нечистоты. И если бы мы спустились на 50-й, то тогда что бы произошло, пишет мораль из Праги? Обычным людям тогда бы не смогли оттуда выйти, это было бы как бы духовной смертью. Но Всевышний может вывести откуда? Он хочет, он же всемогущий. Объясняет мораль из Праги. Если бы мы опустились на 50-й уровень, это была бы духовная смерть. И тогда из Египта вышел бы как бы новый народ, потому что народ вышедший не имел бы отношения к народу, который бы шел. Это не было бы подобно тому, что как берется семя, которое кладется в землю, закапывается в землю, и потом это семя прорастает, хотя кажется, что там ничего уже не было. Оно прогнило. Нет, это и есть та сила, которая была посажена в землю, она проросла. Именно о ней идет речь. И потому Геула – это раскрытие. Раскрытие того потенциала, который был. И потому, как раз я и говорю, что это мы, потомки Авраама, милосердного, прошедшие в Египте через страшные страдания, когда египтяне над нами издевались. Но, тем не менее, мы остались теми же самыми потомками Авраама. Потому, когда мы вспоминаем о казнях египетских, то, что мы делаем, мы отливаем от этого бокала 10 капель для того, чтобы показать, что мы умеем сострадать даже нашим врагам. Даже нашим врагам. Обратите на это внимание. Поэтому, если и есть опасность для еврейской души, духа нашего народа, то это вырождение и превращение в фашистов. Будем надеяться, друзья, что этот праздник Песах поможет нам увидеть то, что нам нужно искоренить прежде всего каждому в наших собственных душах. Потому, что можем мы его влиять на других людей или нет? Наверное, нет. Если можем, только своим примером. Поэтому главное, что мы можем сделать сегодня, это осознать, что мы можем сделать, как мы можем проявить милосердие к нашим близким. Но прежде всего, мы, конечно, говорим милосердие к евреям, которые оказались в таком положении в Украине и всем жителям Украины сегодня. Поэтому молюсь о том, чтобы там был мир, мир был вокруг нас и прежде всего внутри каждого из вас. Всего самого хорошего, кошерного и веселого вам Песоха!